Итак, всем хеллоу! Уже традиция начинать влоги в ванной. Сегодня понедельник, 22 января. В субботу-воскресенье я отдыхала, ничего не снимала, потому что у меня и так было очень много материала. И к чему это привело? К чему это привело? Что я вчера монтировала влог, и у меня влог должен был быть за 14 и 16 число. И за 17 и 18 тоже отдельно. А я монтирую и понимаю, что вот не хватает чего-то. Вот почему-то есть за 14... А, я написала, что за 15 и за 17. И думаю, что не в порядке. А 17 точно было 17. И по итогу оказалось, что я за 14 число написала, что это 15. Короче, все перепутала. И начала рыскать файлы за 16, а их нет. Почему их нет, расскажу чуть позже детально. Я их удалила случайно. Думала, что они уже скинуты на комп, как и все другие файлы. Но оказалось, что нет. Ну, ладно. Ладно. Ничего страшного, все равно там был влог снят полностью дома. Сейчас нужно умыться. Сейчас где-то 10 с копейками утра. Или уже почти 11. Я вам расскажу, чем вообще занималась на выходных. Что делала, что интересного. Из интересного компьютер мне вернули. У меня все. Вон дома уже стоит все в порядке. Не обманули в сервисе. Сейчас еще по цвету посмотрю. Что-то мне кажется, что у меня что-то не в порядке с освещением, с камерой. Вот так лучше, да? С насыщенностью была проблема. Из интересного, что я вам сейчас просто так вот закину удочку. В общем, 80%, что я продам свой компьютер iMac. Который у меня с 2016 года. Огонь и воду с ним пошли. Боже, самый мой любимый компьютер. Даже самый новый MacBook, который у меня есть. Он не заменит этой любви к этой виланской громадине. Которая отлично вообще мне помогала работать. Которая классно вписывается в интерьер. И который большой, красивый, стильный. Короче, вообще просто супер. Но по какой причине? Потому что им пользуемся только в целях посмотреть кино. И я в крайнем случае смонтировать там видос. И то чаще всего уже монтирую на ноутбуке. Вот. Продать его можно сейчас за хорошую стоимость. Поэтому я подумала еще. Посоветовалась с Максом. Но он, конечно, давно уже за то, чтобы его продать. Потому что он немного тупит. И из-за того, что он тупит, я сейчас с ним кое-какие махинации провожу. После чего он не должен тупить. И я думаю, что не будет тупить. Сейчас тоже расскажу вам. Продав его, мы купим телевизор. И монитор мне. Ну и Максиму тоже, наверное, пригодится. Монитор, провод. То есть в макбуке я подсоединяю к монитору. Монтирую за большим монитором. А монитор можно купить и побольше, и качественнее. То есть изображение на нем видно будет. Я еще об этом задумалась, честно говоря, год назад осенью. То есть осенью 22-го года, когда летала в Питер к подруге. У них там были макбуки их и монитор, и провод. И просто макбук к монитору подсоединяешь. Работаешь на большом экране. Удобно, классно. Короче, вот думаю, подберу просто какой-нибудь стильненький монитор. В общем, откатываем iMac на версию назад ПО. Или даже на несколько, на две версии назад ПО. По той причине, что вот эта версия, которая стоит, когда я ее установила, обновление сделала, у меня начал виснуть компьютер. Я вчера поизучала, на днях поизучала, что действительно из-за версии, которая у меня стоит, из-за нее очень сильно виснут компьютеры, которые вот там 2015-2016 год, даже 2017 год виснут. И я подумала, что ну блин, тогда откатим его назад. Его уже на ТО обслужили внутри, поменяли термопасту, почистили пылесосом, что-то еще заменили, короче. То есть просто это обычное техобслуживание, которое нужно проводить, там ничего не ломалось. Ой, все, давайте я уже буду умываться, и к вам попозже вернусь. Кстати, вот это New Nails. Посмотрите. Хотела черный, сделала, пойду коричневых вот таких малышей. Сегодня вообще какой-то полнейший трэш на улице, невероятный ветер, у нас там наши коробки из-под одежды, когда при переезде переносили, просто летают по всему балкону, Сима не может успокоиться, она за этим всем наблюдает, прям хочет ворваться в эту движуху со всех двух, четырех лап. Смотрите. Киса. Что ты маме хочешь сказать? Там все летает, скажи, да? Короче, все, я уже откатила мак, сейчас устанавливается нужная мне версия, все получилось. Вчера мне настолько, настолько приспичило вот заняться откатом мака на предыдущую версию, что я пошла вечером в торговый центр, перед этим заранее заказала флешку нужную мне, потому что у меня не было флешки, я перерывила весь дом, просто флешками не было. Устанавливается новая версия, сейчас будем проверять работу мака, я надеюсь, что я сразу увижу результат, что он будет просто летать. Я решила, что, ну, коль продавать, то нужно сделать все максимально так, чтобы человеку было комфортно на нем работать. Проверим, проверим, как это все будет. Так, мы уже позавтракали, уже время 12. У меня сегодня по планам монтаж влога и, возможно, видео работы со стилистом. Вечером приезжает товар с Китая, нужно будет съездить забрать, правда, там такой трэш на улице. Дом, в котором живет женщина, которая мне привозит товар, он находится на сопке, и там даже в спокойную погоду ветер, типа, когда более-менее спокойно везде, там все равно ветер. А сейчас там, наверное, вообще ужас, и мы в такую погоду уже приезжали, когда там просто сносило нафиг, как Максим с этой посылкой просто нашел вот так вот сквозь эти ветра. Ну, еще нужно поработать, конечно же, на магазинах, на двух. Плюс для магазина с кроссовками мы решили создать телеграм-канал и переводить всю аудиторию туда, потому что инстаграм могут снести, так как мы публикуем бренды, а это авторские права и все такое. Мы неофициальный магазин, за это могут снести. Был магазин у нас тоже онлайн во Владивостоке, и он пиарился просто на всех наших владивостокских пабликах. Они вложили, я думаю, очень много денег в раскрутку, и у них уже было больше 10 тысяч подписчиков. Они делали классные ролики для рекламы, вообще прям все очень круто, то есть вкладывались нормально. Их магазин заблокировали. Вот. Они, конечно, создали новый, но они его почему-то больше не ведут. Я думаю, что опустились руки после такого мощного вклада. Конечно, я думаю, что они все отбили, продав кроссовки, но все равно, я думаю, они расстроились. Поэтому я решила, что нужно в телегу все это переводить, потому что вкладывать в развитие инсты, и потом ее снесут, всех потерять, ну, это, конечно, прям печально-печально, поэтому мы уже с подружкой создали аккаунт, будем его оформлять, то еще. Еще сегодня поснимаю япи. Короче, у меня сегодня опять домашние дела. И знаете, когда такая погода, я так рада, что работаю дома. У меня куча каких-то планов, все дома, плюс нужно разобрать сушилку с бельем, прибраться немножко, потому что после разбора гардероба тут, ну, до вчерашнего дня был просто трэш какой-то. Так, сейчас я помощницы пришлю цены на товары, которые она в магазин выставляет. Все, у меня все получилось. У меня теперь мак на, знаете, как будто 3-4 года назад он, вот. И он не тупит, ну, по крайней мере, пока что, не знаю, как будет дальше, но пока что он прям вообще работает класс. Может быть, даже на нем сегодня смонтирую блок. Боже, эти старинные заставки. Боже. Выставила iMac на продажу. Он реально летает, после того, как я его откатила на версию или на 2 назад, не знаю, сколько-то версий назад, по-моему, версию назад, и он просто летает и идеально вообще не тупит. Кому-то он будет нужнее, чем мне. Он просто у меня стоит. Я вот вчера купила флешку. Сначала хотела на 16 гигабайт, самую еще там за 400 рублей. А это стоило на 200 или 300 рублей дороже, на 64 взяла. Подумала, что возьму побольше, чтобы туда скинуть потом, ну, файлы с iMac. Они, конечно, сейчас у меня на ноуте, но занимают место. Ого, господи, что я такая? Вот, поэтому я их перекину просто на флешку и все. Вот, короче, сейчас смонтирую влог, поставлю загружаться его на канал и буду наводить порядки во всех папках, чтобы максимально освободить место и вообще, возможно, все закинуть просто на жесткий диск. На нем уже такие файлы есть. Я вчера на нем нашла видос из 6 класса, где я сижу на уроке русского, страдаю какой-то фигней. О, боже мой, 4 часа уже. Я до сих пор бонтирую. Там влог, походу, минут на 40 будет за 2 дня. Максим сварил пельмешки. Мы вот покупали маленькие пельмешки такие мини. Будем сейчас их кушать. Я вообще просто уже... Короче, нам позвонила женщина, которая вывозит товар из Китая, что она уже заехала в город. Мы сейчас быстро одеваемся и выходим. 30 килограмм товаров пришло, чтобы вы понимали. Там есть стулья, я заказывала нам на кухню. двое стульев. Вот сейчас будем забирать это все. Не знаю как, буду на телефон все дальше снимать. Ох, это сейчас будет трудная поездочка. Все, одеваемся и вылетаем. На улице вообще полнейший, полнейший трэш. Я пока шла на тебе давать муша, не смешно вообще. Дети идут со школы, просто не идут, а летят, просто летят. На встречу. А! Уже аномальный вечер сегодня упадет. Так, еле снимаю вам, потому что это полный трэш. 30 килограмм. Мы вообще, пришлось нам разобрать два баула вещей. А, нет, один. Один баул и короб, в которой были стулья. Вот я ножки держу. Там весь багажник просто забит. Это сейчас нужно будет. Мы сейчас согреемся хорошенько. И нужно будет на улице это все обратно в баулы быстренько закинуть и в два захода затащить домой. Пипец. Мы уже вернулись домой. Тут у нас ждет тотальный разбор. Там вообще и робот-пылесос, и стулья мне пришли. Вообще куча всего пришло, и не только мне. Ему уже не терпится кроссовки с поезда на свои посмотреть. Ну иди, бери. Иди. Скорее. Там еще, кстати, что-то в пакетах где-то опозили. Сначала я сейчас разберу сушилку, уберусь в целом тут в комнате, чтобы сюда уже принести весь товар. И тут его в расчищенной комнате разбирать, смотреть, что-то снимать. Я уже блок смонтировала больше, чем наполовину, поэтому останется чуть-чуть совсем. Сейчас я разберу товар, все напишу всем клиентам и сядут дальше монтировать. Хоть отвлекусь, на самом деле, потому что весь день сидеть, ну вот так вот и монтировать, это вообще ужас. Конечно же, покажу все товары вам, потому что моего здесь много, и я могу вам просто с открытой душой хвастаться всеми товарами. тут у нас ножки от наших стульев, от очень крутых стульев, которые я купила дешево, а на всяких озонах, в Альберис и сторонних сайтах они продаются по 12 тысяч рублей за две штуки, а я купила их даже не за 5 тысяч рублей не за 5 тысяч рублей. поставлю сторис и начну разбирать. Буду уже немного снова прогревать аудиторию на то, что у меня есть курс, потому что я все-таки думаю, что сделаю второй поток, потому что первый поток мне девочки очень порадовали. я проверю клиентские заказы, что пришло клиентам и после буду уже проверять свое. Счастливый какой, ну вы гляньте, ну просто рэпер. Бой с тенью, бой с тенью или игра самим собой. Я девочкам снимала уроки ученицам с Китая и как пример добавила постельное белье в заказ. Ну, просто как пример как заполнять допустим постельное белье в заказе правильно. Чтоб вы понимали, я его заказала. Я его не убрала, не заметила и заказала. Но, знаете, в чем самая фишка, что по размеру оно идеально подходит нашей кровати. Вот поэтому, скорее всего, там уже лежит новая постельная, поэтому будем завтра все стирать. Давайте начнем с робот-пылесоса. Ладно, будем уже по факту открывать робот-пылесос. Надо, кстати, подснять для Рилса кадры. Боже, вы гляньте, такой маленький, смотри. Сусики-щетки. Вау, прикольно! Вот нужно было открыть вот эту штуку, это ведущие колесики. Все, он у меня поехал куда-то, врезался в другой пылесос, развернулся. Вообще, я планирую, что я буду убирать все с пола, прежде чем его включать, а то он будет, ну, вот так вот тупить. Я только не понимаю, он пылесосит или нет. Идем дальше. Это я заказала для льда формочки. Я на самом деле, даже несколько позиций, которые вот сегодня, по-моему, в серф пришло, что должно, я заказывала, даже чисто, чтобы обзор сделать. Тут, кстати, несколько стекол на часы пришло. Я заказала себе ремешки. Вот у меня тут вот такой голубой, и тут, а, это даже не похоже, это совсем другие. Сейчас посмотрим, потому что, потому что обычно ремешки мне приходят огромные. Я вот вроде нашла магазин, в котором есть на размер S, XS, будем сейчас с вами, и наконец-то белый. Боже, я прям уже отсюда вижу, что он маленький, и это супер. Что, мерили ремешок? У меня просто села камера. Так, да, я уже вижу, что он будет как раз. Вот S-ка на последнюю. У меня очень тонкие просто запястья. Посмотрите, с белым вообще у лед они смотрятся. Мерим другие. И у меня там еще чехлы на айфон, скорее всего, пришли с нему вместе на айфон и на в отче. Самое сложное всегда в этих в отчах это вытащить ремешок. Ну, прикольные такие, тоже светленькие. Ой, он небольшой. В подарок китайцы дали стекла, пленки, и вот такие две штуки. Ой, кажется, подойдет. Круто как, смотрите. Вообще ништяк, прям клево. Правда, они теперь смотрятся у меня еще больше, они и так на моей руке смотрятся огромными. модные чехлы на айфон подъехали. Я долго не заказывала себе новые чехлы в надежде, что я куплю айфон, но потом я передумала покупать айфон и решила заказать чехлы, поэтому сейчас будет у нас с вами примерка чехлов, прозрачный какой-то. Ого, он такой прям тоже приколдесный. Это я увидела, скажу по-честному, увидела Рилс, что находки с Валберис, вот такие классные чехлы. Короче, нашла их на Тау Бау в четыре раза или в пять даже больше дешевле. Кошка, коробочка у нас. Оу. Вот такая штукенция подсоединяется. Как-то еще понять, как ее подсоединить. Все получилось. Такой вот у нас тоже. Сейчас будем мерить. Он такой сразу огромный. Такой прикольный. Оу. Он такой сразу милый. Оу. Вот такой. Я заказала, короче, еще одну батарейку на камеру и заказала зарядное устройство. Не знаю, снимать ли про это Рилс. Типа это такой, знаете, узкий формат. Тут будет показываться зарядка двух устройств. Двух, точнее, батареек. Заказала, чтобы, чтобы у меня было три батарейки наконец-таки для камеры, потому что садится она, ну, я бы не сказала, что супер быстро, но тем не менее. Короче, вот так вставляешь две и заряжаются сразу две батарейки. То есть, когда у меня вот это сядет, у меня будет две заряженных уже. Дело так. А, вот еще коробочка у меня тут. Я вообще стараюсь очень аккуратно открывать коробки, потому что мало ли... Оу. А это для вас, ребят. А точнее, для того, на что я для вас снимаю в блоге. Помните, я говорила, что решила купить чехольчики. А, это же столик. О мой бог. Все, для этого прямо сейчас снимаем обзор. Все, прямо начинаем снимать обзор. Что, Сима, ты в шоке с робот-пылесоса, да? Смотрите, какой крутой столик. Я его собрала. Его вообще можно и к кровати я уже примерила, и к дивану засунуть, вот так вот работать. Как раз буду видос, кстати, монтировать до конца на нем. Он такие копейки тоже стоил и собрался вообще. Я его собрала очень быстро. Он не тяжелый. Итак, идем дальше, дорогие друзья. Боже, что здесь? Не знаю. А, это клиентские швабры. Идем дальше. Вообще, не влог, а сплошная распаковка. Да, по-моему, бокалы. Там такие бокалы. Сейчас сниму, сразу дарился и вам покажу. Смотрите, какие бокальки, мне присли. Оп, стеклянные, упакованы просто так прочно, что при желании никто не сможет их разбить. Ладно, не обращаем внимания на срач. Я сейчас буду снимать обзор на стулья. так, я совсем потерялась. Время уже полдесятого. Я тут делала рил, смонтировала, выставляла. Сейчас, в общем, клиентские товары еще посмотрим, и я сажусь за монтаж. И, собственно говоря, завтра надеюсь, что мы вынесем все коробки на помойку, потому что коробок здесь вообще-то херища. Это должна быть шуба Полины, черная. Я, короче, долго думала, типа, может быть, тоже заказать черную, но думаю, что мне она, типа, не по возрасту. Сейчас проверим. Она выглядит как натуральная, реально блестящая, такая мягенькая, но мне что-то, знаете, вот кажется, что я, типа, не доросла до такой шубы. Последнее, о чем мы смотрим, это вот этот вот мешок огромный. Возможно, это постельная, которую я случайно заказала. Это постельная. А ну как моя шуба? Соберем. Это, типа, одеяло у нас. Это, типа, простыня, я так полагаю, супер-супер мягкая. Ой, наволочка. Ё-моё. Посмотрите, наволочка какая крутая. В общем-то, более-менее навела порядок, сложила в сторону и сюда вещи клиентов, сижу, монтирую. Еще время у нас 12.10, ночь. Случился мини-жор. Грею блинчики нам перекусить. Какие стулья, вы гляньте. Ой, какие они удобные. Вообще, супер-классные. Главное, чтобы их Сима не подрала. Поэтому нужно их максимально защищать. Я очень довольна сегодняшней посылкой из Кидая, потому что редко, когда мне приходят так много заказов, редко, когда я заказываю так много товаров в целом, я в основном такая думаю, что, ну ладно, это потом, это мне не надо. Такая все жалею, 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 жалею. И тут я разошлась люто вообще. Пылесос, столик, стулья, такой крупногабаритный. Ладно, пылесос не крупногабаритный, но вот столик, стулья, вот это все крупногабаритное. То, как мы тащили товары, в три захода Максим поднимался в квартиру, приносил вещи эти все. Мы-то, кстати, кушали-то всего лишь пельмени, когда в 4 часа кушали пельмени, это вообще очень давно было. Хоть и хочу спать, но есть хочу больше. Я, наверное, с вами-то попрощаюсь сейчас, потому что сейчас перекусим, я буду дальше монтировать видосы, умываться и спать. Потому что уже сил вообще нет, честно говоря. Всем спасибо за просмотр этого влога, надеюсь, вам понравилась распаковочка товаров, вещей. И вы тоже втягиваетесь в эту тему Китая, потому что это неотъемлемая часть моей жизни. И вы в любом случае будете наблюдать во всех влогах совершенно. Поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok